Ом Ти Ви Юэй про головне. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Друзья, законопроект про допомогу Украине. Прошел схваление Палаты представников. Теперь это официально. У Путина началась черная полоса. В Кремле не знают, как теперь дальше вести войну. Прошли два года и 57 дней войны. На фронте особых изменений не произошло. 19 апреля Путин ударил по Днепру. Результат – восемь погибших, включая двоих детей. А 20-го бомбил Одессу. Слава богу, убитых нет. Но много раненых, включая мать с ребенком. Там горит, друзья. На российских каналах ведущие картинно удивляются. Чего это украинцы их так ненавидят? Просто звери какие-то. Честное слово. С чего бы это? Просто ума не приложу. Противник нас ненавидит. Мы – нет. И слава богу, вот я много бываю на передовой и много в тех местах. У наших солдат и у наших людей и здесь. Потому что мы все находимся в общей ситуации. Нет ненависти. Может быть, злоба. Тем временем палата представителей Конгресса США приняла решение по всем четырем законопроектам, включая законопроекты о помощи Украине в размере 61 миллиард долларов и Израилю в размере 27 миллиардов долларов. Теперь, предположительно, во вторник. Эти законопроекты будут рассмотрены в Сенате. А потом, если там все пройдет штатно, то к концу недели они лягут на подпись Байдена. Ура! Американские СМИ пишут, что Пентагон уже на низком старте. И как только будет отмашка из Белого дома, в течение считанных дней поставит в Украину остро необходимые артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО. Вот это вот меня, к сожалению, наводит на ситуацию очень большой грусти. И вот только тогда можно будет выдохнуть и сказать, что самое страшное позади. Так что нужно запастись терпением и подождать еще пару недель. Лишь только тогда мы увидим реальные результаты сегодняшнего голосования в Конгрессе. Осталась неделька. Все чуть-чуть осталось. На это решение уже прореагировали в Кремле. Песков заявил, что это решение еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину. Я, честно говоря, до сих пор наивно полагал, что это как раз песковский хозяин Путин разоряет Украину своими бомбардировками. А оказывается, это Америка ее разоряет тем, что поставляет ей средства ПВО, защищающие ее от путинских бомбардировок. Ну, разве не так? Так оно и есть. Также он сообщил, что теперь, по его мнению, возрастет число погибших украинцев в вооруженных силах по вине киевского режима. Эта его мысль меня окончательно озадачила. Я всегда полагал, что эта путинская армия убивает украинцев, а оно, видишь как, оказывается, они гибнут по вине киевского режима. Век живи, век учись. Не промолчал и Димон Медведев. Он сообщил, во-первых, что в Украине идет гражданская война разделенного народа нашей ранее единой страны, а во-вторых, пожелал, чтобы такая же гражданская война началась в самих США. А российский МИД попросту заявил, что военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности. Это же ежу понятно. В результате я так и не понял, чего они все сказали. Впрочем, ничего нового. Они там в Москве так до сих пор и не договорились, как назвать то, что происходит в Украине. Вообще ничего не понимаю. Песков говорит, что это киевский режим сам убивает украинцев, Медведев рассказывает про гражданскую войну единого народа, а российский МИД про то, что это терроризм. Согласитесь, что нынешняя война не может быть одновременно и тем, и другим, и третьим. Я ничего не понимаю вообще. Мне кажется, все значительно проще. В Кремле просто находятся в замешательстве. Они не знают, как теперь дальше вести войну. Они, имея огромное преимущество в артиллерии, авиации и даже просто в численности армии, за полгода американской паузы не смогли добиться никаких заметных успехов, как говорят военные, оперативного уровня. И это значит, что теперь, когда их преимущество перестанет быть таким подавляющим, они, тем более, уже никогда не смогут добиться ничего существенного. Единственное, что они могут, так это продолжать бессмысленное истребление своих солдат и ресурсов. Никакого освобождения, так опрометчиво записанных в российскую конституцию территорий, им не видать, как своих ушей. Ничего из этого не выйдет. Так что у Путина сегодня плохой день. Эй, Вован, это попандос. Мне даже тебя немножко жаль. Ты был последнее время весь из себя, такой снисходительный и вальяжный, так охотно комментировал полный провал украинского контрнаступления. Противник успеха не имел. Теперь настала пора рассказать, чем закончилось твое наступление. Авдеевкой это все не густо. Пройдем на Польшу, на Латвию, на Эстонию. А народу сколько ты угробил? Молчишь? Правильно. Что тут скажешь? Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом станут. А ведь сейчас еще Атакамс в Украину приедут. И еще семь батарей Патриот. Взорвут украинцы твой любимый Крымский мост. Ты захочешь ответить? А никак. Патриот, небо закрыли. По всему получается, что теперь у тебя началась черная полоса. Надеюсь, что навсегда. Просто кошмар. Потому что наше дело правое, а не твое. И поэтому твоя армия будет разбита. И победа будет за нами, а не за тобой. Слава Украине! И героям слава! А Израиль, я поздравляю с тем, что Америка доказала, что она его верный союзник. Так было и так будет. Это тем более правильно, что в понедельник начинается еврейская Пасха. И это всегда приятно получить такой подарок на праздник. Причем праздник освобождения. Самый лучший в мире праздник. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Там полно специалистов. По этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляют! В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Продолжение следует...